господа здравствуйте уважаемые трейдеры а сегодняшний видео выпуск мы хотели бы посвятить результатом заседания европейского центрального банка хотя конечно по итогу никаких сюрпризов никаких сверх интересных даже намеков на будущую монетарную политику не было точнее сюрпризов не было ецб остается в рамках тех соглашений рамках рамках тех заявлений которые давал ранее в частности с 80 миллиардов объем был снижен до 60 миллиардов собственно об этом мы знали знали об этом давно еще в начале года и цб заявлял о повышении ставки или о какой-либо возможности это сделать в будущем в отдаленном или в ближайшем будущем речи не шло и цб не обсуждал в этот раз этот инструмент ставку вы знаете сохранили на прежнем уровне это тоже далеко не сюрприз все об этом знали в итоге мы получили движение евро небольшое движение вниз нельзя сказать что результаты и цб никак не отразились на рынках все-таки не отразились 1 0 8 56 через час после решения даже через два часа после решения сегодня мы достигали 1 0 9 28 получается 75 пунктов диапазон и 50 пунктов движения вниз после пресс-конференции наверное самая скучная пресс-конференция самые ожидаемые и самые скучные результаты но есть кое-что на рынке что сейчас продолжает удивлять трейдеров назовем это даже небольшим разочарованием хотя мы в аналитике писали об этом и ничего нового для нас не произошло речь идет о нефти давайте включим инструмент открою нефть речь идет о wti контракте как вы знаете вчера вышли у нас запасы нефти они показали снижение когда запасы нефти снижаются там 3 миллиона с лишним было снижение я даже покажу цифры на брифингом мы видим вот крут инвентарь из минус 364 миллиона прошлый раз было снижение на миллион то есть уже вторую неделю может даже третью неделю нефть показывает снижение но и тем не менее объем запасы не объем запасы снижаются цены падают хотя должно быть наоборот при снижении запасов мы обычно наблюдаем список но тут тут дело в другом ливия ливия снова начала свои поставки ливия снова возобновила вы помните недели две назад было было приостановка приостановка по выпуску как называется по экспорту нефти связи с этим нефть подскочила потому что если объем на рынке снижается цены на нефть растут и вот мы получили буквально сейчас блумберг нам напомнил что ливия возобновила свои поставки кстати они это называют форс-мажором как только в ливии случается какой-либо коллапс то ли по геополитическим причинам то ли по причинам допустим техническим до блокируется трубопроводы ливия это называет объявляет сразу форс-мажор чтобы компания не несла издержки несла потери по контрактам своим иностранным партнерам так вот все в порядке с поставками из ливии и больше я бы сказал даже нет каких-либо крупных рисков и сирия вроде рассосались эти риски напряженность и ливия стала поставлять на рынок завтра мы увидим как себя вели американские слонцевики а пока не в 48 27 те кто следит за нашими вебинарами помнит все это было предсказуемо мы намекали что же на рынке нефти все больше и больше и разовая недостача будь то ливия или геополитическая нестабильность это всего лишь повод медведям снова зайти точнее нам предсказывающим на рынке большой дисбаланс предсказывающим рост сланцевый рост добычества сланцевиков это хороший повод зайти шорт у меня все по евро к сожалению движения были небольшие а нефть продолжает двигаться в нашем направлении направлении нашего прогноза всем удачи на рынках и хороших профитов